Рекламно-информационная программа. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. И член Совета партии Родина Степан Меньшиков. Степан Валерьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, добрый. Но я думаю, что люди вас больше привыкли видеть, поэтому по голосу могут сразу и не опознать. Опознают. Ничего страшного. Мой божественный баритон, трудно с кем-то спутать. Ну, чтобы времени терять, потому что времени у нас мало, а как всегда, когда приходит Родина, говорить есть о чем. Поэтому давайте сразу, словно говоря, ближе к делу. Кто начнет? Я, наверное, начну. Самый крупный план, да. Федор Лудинин. Первым делом я хотел бы, наверное, поздравить всех наших жителей города и области с наступающим Новым годом, с праздником. Хотел бы сказать, что у нас сегодня проходит... Почему именно в гостях мы сегодня на Эхо Москве? У нас уже, наверное, это как традиция. Каждый год мы собираемся, подводим итоги. Поэтому у нас московские гости сегодня нас посетили. Мы проводим сегодня итоговую конференцию отчетную. Будем друг другу докладывать о своих результатах. их утверждать, намечать планы на будущее, задавать тон, так сказать. Ну и, естественно, вечером у нас сегодня будет праздничный концерт в Дон Творе Папа. Поэтому всех желающих мы приглашаем. Там вход по партбилетам? По партбилетам бесплатно. Значит, Степан Валерьевич там у нас будет петь. Поэтому сегодня у нас мероприятие как раз в район 10 часов Творе Папа. Степан Валерьевич совмещает такую партийную работу с просветительской. Видел афишу из района Шабалинского. Там смотрел уже. Да, Веншиков, Дом культуры. Мы уже сегодня успели побывать в одном из детских домов. Поздравили их. Мы давно этот детский дом курируем. Всегда поддерживаем. Дарим подарки на Новый год. Ну и в целом как бы сотрудничаем. После обеда, после Оши Фира, сразу едем посетить один из наших новых проектов. Это мы посетим село Загария. Школьное листничество. Тоже поздравим их с Новым годом. Споем русские народные песни, так сказать. Поводим хоровод. Поводим хоровод. Споем. То есть не вы один отдуваться будете за всех. Из песни, которые я пою, они все общеизвестны. А завтра, как вы правильно сказали, мы ведем в Шабалинский район. Мой родной район, где я родился и вырос. С Тимуром Валерьевич там будет давать новогодний концерт. Вот. Поэтому вот такая у нас... Ну вот такая концертная новогодняя программа. Кстати, если мы говорим про концерты, всегда надо говорить ограничения. Роскомнадзор нас слушает. Это прекрасно. Поэтому там 0+, 6+, 18+. Да и можно и пораньше прийти. То помладше, то у нас песни абсолютно культурные. То, что те, которые знают вся Россия, да не только Россия, а весь мир. И Фрэнк Синатра присутствует в репертуаре. Он, по-моему, никогда не был 18+. Он всегда очень цивильно пел про красивую и возвышенную любовь. Да? Так что все нормально. То есть без ограничения возраста, можно сказать, все эти концерты для всех, кто придет для семейного просмотра и прослушивания в том числе. Но так как это все концерт, все прекрасно, но сначала будет конференция, как я понял. Да. А это чуть посерьезней. Намного серьезней. Посерьезней. Вот, Федор Владимирович, вопрос. Вы намерены серьезно поговорить с кировскими товарищами по партии? Мы всегда с ними очень серьезно говорим. И главное, что все эти серьезные разговоры перетекают в серьезные дела. И вот школа лесничества, куда мы поедем, это ведь партийный проект, который развивает эту сферу образования. В частности, допустим, в начале года мы занимались защитой школ в тех же деревнях, которые считаются почему-то ущербными, чуть ли не вымирающими. Бесперспективными. Бесперспективными. Да. Мы защищаем поликлиники, больницы, которые закрываются в том же Шабалину, куда вот так же поедут наши товарищи. То есть мы сегодня на конференции подведем эти итоги, безусловно, но и наметим новый план на будущее. Ведь ближайшие два года это будет время борьбы. Борьбы за то, чтобы партия состоялась как парламентская в 2021 году. Борьбы за права и чаяния наших избирателей. И борьбу за то, чтобы партия Родина стала настоящей партией российских регионов. Чтобы человек чувствовал себя хозяином на своей малой Родине. Мы хотим, чтобы патриотизм, государственный патриотизм, который сегодня формально является знаменем власти, но он идет сверху, он идет из центра, он уравнивает всех, нивелирует, говорит, вот есть только Кремль, царь-пушка и все. Еще очень интересно, я перебью вас минутку, понятие есть такое, появились такие уроки патриотизма, это возникает ощущение, что кого-то, можно прийти, человек может научить вас патриотизму. Да, а научить-то нельзя. Вот если с малой Родины, со своего двора, со своего города, своей области не идет реальное патриотическое действие, которое бы человек видел, научить невозможно. Можно вдолбить в голову какие-то догмы, но они потом разноются временем. Партия Родины говорит, патриотизм, любовь к Родине, к своей земле, к семье начинается снизу. И вот за права низов, за права людей, которые живут на земле, в частности в Кировской области, мы боремся, будем бороться и намерены победить. Вот об этом в том числе мы будем говорить на конференции. Федор Который Васильевич, прозвучали вещи насчет, что надо спасать школу, надо спасать больницу, но ведь не все же удается получиться. Что-то получилось в этом году? Много что получилось, но один из главных направлений и аспектов мы для себя ставили развитие горизонтальных связей, взаимодействия с другими регионами. Я вчера ночью вернулся из Иваново, где мы встречались с министром лесного хозяйства Ивановской области и переняли у них опыт по взаимодействию. Они немножко раньше начали эту работу над лесного контроля и созданием, так сказать, контроля общественности над лесными ресурсами. Но то, что у нас делают сейчас институт лесных инспекторов, то же самое или похоже? После того, как Андрей Евгенович Плитко дал вот этот посыл по поводу формирования общественных инспекторов, очень много кто к этому вопросу подключился. А так как Иваново у нас входит, наверное, в первую тройку этого опыта, мы туда ездили перенимать опыт. И в Иваново у них между партией и Министерством лесного хозяйства заключено определенное соглашение, и они уже давно сотрудничают. У нас в каждом районе есть школьное лесничество, в каждом районе прикреплены общественные инспектора, так как на самом деле, если взять со временем Царской России, гораздо больше должно быть людей задействовано над контролем над лесом. И раз сегодня у нас финансирования на все не хватает, мы взяли на себя вот эту нагрузку по участию тоже в формировании института общественных инспекторов. И уже сегодня вот даже на конференции, кто у нас будет присутствовать из районов, эти активисты, они в части из них уже изъявили желание стать общественными инспекторами Министерства лесного хозяйства Кировской области. И вопрос по школьным лесничествам. Насколько я помню, вот в мои, скажем, более молодые годы эта тема была и были, и создавали школьные лесничества, но как-то эта тема заглохла постепенно. Практически, по-моему, нигде не сохранилась она. После того, как была создана в регионе некоммерческая организация охрана леса, под этой эгидой мы начали заниматься и вопросами и школьных лесничеств, и создание института общественных инспекторов. На тот момент было четыре школьных лесничества. Они существовали. Существуют, да, это Вятские поляны, Белая холуница. А на сегодняшний день создано еще шесть. А чтобы это направление укрепить, мы решили одну из этих лесничеств сегодня вместе со Степеном Владимировичем, Федором Владимировичем посетить, поздравить, подарить подарки. И, так сказать, придать этому еще дополнительное внимание, что ли. Потому что, на мой взгляд, я тоже считаю, что если у нас 40 районов, должно быть минимум 40 лесничеств. А если в таком лесном районе, то неплохо бы было даже школьное лесничество иметь даже в каком-то, ну, в более-менее крупной школе. Да пусть это будет не одна школа в районе, пусть это будут две-три школы. Ну, что школьное лесничество, ввиду того, что у нас лесной край, у нас, на самом деле, у нас лесной край, а идет нехватка кадров лесных. Это все признают, это все понимают. И формирование уже с детского, с юношеского возраста, формирование вот этого кадрового потенциала для правильного использования лесных ресурсов. Потому что все там... У нас существует иллюзия, что говорят, что кто не работает в лесу, тот, значит, там лес везде рубят, воруют, какие-то китайцы все вывозят, все кругом плохо. Хотя на самом деле это не так. И вот одна из целей и задач создания вот этого института и общественных инспекторов, и института школьных лесничеств. Это как раз этот миф развеять. Создать плотно взаимодействие между школой, между Министерством лесного хозяйства, чтобы кадры готовились, чтобы кадры были профессиональные, чтобы людям привязать... Не признать и не привить, а правильно сказать, заинтересовать в них социальную ответственность над контролем за использование лесных ресурсов. Ну ведь возникает и такая тема. Вот люди говорят, у нас появился в районе лесной инспектор. Сразу начинают, да он же свой, свой, прикормленный властью, он будет говорить, делать все, что ему скажут. Как-то вот этот вопрос тоже надо решать. В том и интерес, когда партийная структура входит. Вот партия же навсегда выступает в большинстве случаев со своей позиции, так сказать. Нет, Федор, одну секунду насчет партии. Тот человек, про которого я условно сейчас говорю, он тоже представлен какой-то партией, не вашей. Понимаете, он тоже как бы со стороны, он тоже как бы от общественной организации. Совершенно с вами соглашусь. И тут как бы не бывает, условно говоря, без промахов. В любом случае такие моменты будут. Но если сегодня 40 уже отучено специалистических инспекторов, я думаю, к первому кварталу будет порядка 100. Если мы доведем это количество до 500-700, то от 1, 2, 3 там ничего такого не изменится. То есть речь такая идет о том, чтобы этот институт стал именно массовым? Массовый институт, потому что общественный инспектор, который будет иметь на сегодняшний день определенные полномочия, он и за свалкой в лесу обратил внимание. Он лишний раз обратил внимание, что кто-то где-то пожар какой-то, где-то спичку кто-то кинул, кто-то какая-то информация прошла, кто-то где-то лес какой-то своровал. Он обратит внимание, и даже институт общественных инспекторов, чем еще хорош, что это люди совершенно независимые. Если будем говорить, даже люди, министерства, которые представляют на местах, они так или иначе волей судьбы являются зависимыми от бизнеса на территории района, если это признают, то общественный инспектор, он на самом деле не зависит ни от кого. Он изъявил желание, вот если у него интерес защищать лес, если у него лес защищать лес, он пришел, отучился, его проинструктировали, дали полномочия на год определенные. И если он как бы работает, он по итогу года должен сдать отчет о своей деятельности, что он действительно пришел не просто так, условно говоря, выписал удостоверение и все. А вот он за этот год провел определенную работу. Столько-то сигналов обратил внимание, выехал на посадки, посмотрел, все ли садится, все ли работает, все ли соответствует законодательству. Ну, вот я слушаю Федора Акатруй Васильевич, смотрю на Федора Владимировича. Вот у нас как-то получается, местная родина ушла в лес глубоко. Ну, потому что Киевская область, это лесной край. Лесной край, но, извините, не самый лесной в России, то есть у нас много и других. Это лес, это, в общем, одна из базовых основ региональной экономики. Надо понимать это. Да, и поэтому ничего плохого в том, что... Плохого-то нет, я не говорю, что это плохо. Парти идет в самый корень экономической жизни региона. Это, наоборот, очень важно, перспективно. И мы видим, как на этой почве межрегиональные связи расширяются. То есть мы как раз показываем, что регионализм, здоровый регионализм, то есть заострение внимания на местных проблемах, он-то как раз объединяет страну. Потому что в одном регионе, в другом регионе схожие проблемы. Начинают люди кооперироваться, искать общие решения, обмениваться опытом, и таким образом страна сплачивается. А вот когда все идет только сверху, наоборот, идет раздрай. Наоборот, это создается почва для местных сепаратизмов, для желания отделиться, отделиться от верха, от центра, уйти куда-то по-настоящему, вот уже в плохом смысле, в глухой лес. Что мы показываем правильную дорогу. Но в Кировской области она идет через лес. Но это хороший лес, правильный лес, лес для людей. Вопрос просто в том, что мы когда говорим, скажем, что партия выступает, безусловно, за социальную справедливость и прочее. А вот эти темы, которые, к сожалению, общие для всех регионов, мы упоминали уже, вот тоже закрытие школ, закрытие больниц. Вот я как раз хотел уточнить, вот с вашей точки зрения, насколько успешно работают ваши кировские коллеги. Если посмотреть на подобную практику по стране, то это достаточно успешно. Потому что здесь есть позитивные результаты. Зачастую, вот что касается общественников, да, они могут годами защищать какой-то объект, и из этого, кроме общественной дискуссии, ничего не выходит. Здесь кировская родина находит рычаги влияния на чиновников, заставляя их реально работать, отзывать негативные решения, не удовлетворяющие жителей, и всё-таки реализовывать то, что нужно людям. Это потрясающий, прекрасный опыт. И поэтому избиратели и позитивная часть чиновников, хорошие чиновники уважают родину, а плохие чиновники, коррупционеры, боятся её. Что мы иногда видим на выборах, когда сталкиваемся с колоссальным противодействием. Это не только в Кировской области, это во всех регионах. То есть люди, которые работают, что называется, на результат, которые испытывают от своей работы удовлетворение или стыд, в зависимости от результатов, они с готовностью сотрудничают с Родиной. А вот те, кто хочет, чтобы их не трогали, чтобы их болото осталось незыблемым, чтобы они там вот в своей тине продолжали получать коррупционные деньги, и всё. Они, конечно, от нас бегут, как черти от Ладана. Но это наша миссия, и мы только рады этому результату. Степан Валерьевич, как-то вы там совсем тихо сидите. Вы же, это понятно, что вы человек, так сказать, творческий, это всё хорошо, но вы же ещё член Совета партии, да, вот Родина. Да, безусловно. Старшие мои товарищи, они более компетентны в этих вопросах, поэтому я тут даю им возможность и учусь, и мне очень благодарен. Вы приехали в Кировскую область, раньше ведь не бывали здесь? Бывал. Бывали? Бывал, конечно. Бывал, я помню, что лет семь назад, когда я был, когда ещё люди ходили, ну, из Кировской области, не просто в Лаптях, а по дорогам, которых не было. И сейчас вот, спустя несколько лет, я вижу, какие изменения происходят. Сделали дороги. Вот я живу в Москве, даже в Подмосковье, в Ивантеевке, это вот рядом с Пушкиным, по Ярославскому шоссе. Я вижу, какой, что, оказывается, работает, я езжу вообще по регионам, часто очень, работа такая, петь, отдыхать, плясать, веселить людей, получать удовольствие и дарить свои эмоции другим людям. И я вижу, что не только Собянин в Москве работает с Воробьёвым, там, губернатором Московской области, но и вижу, что и в Кировской области происходят серьёзные изменения. Тоже идёт, не стоит на месте, развивается. И посмотрите, какие дороги сделали красивые. Я удивился. То есть за 7 лет изменения заметны? Это не потому, что меня встретили на хорошей, красивой машине, комфортной. Ну, слушайте, хорошую машину разбить на наших 7-летней давности дорогах было в 10 секунд. Тут просто реально едешь и прям спишь на ходу. Слава богу, я не за рулём. Да, я очень благодарен, что меня товарищи пригласили. И я очень рад вот таким изменениям положительным в регионе. Вернёмся в Шибалинский район, раз уж вы на следующий день туда собираетесь, завтра уже, да. Там, насколько я знаю, вот судя по прессе, очень, конечно, активно работает. Как у вас это отделение называется? Партия Родина, да. Да, активно работает. Но я так понимаю, что и проблем там очень много возникает. Конечно, достаточно. И иногда кажется, что наоборот, даже вот не потому, что проблем много, именно проблем возникает, именно появляется именно много, потому что активно работая от Родины, эти проблемы вытаскивает. Я, наверное, эту ситуацию как прокомментирую. Наверное, не всегда, где активная работа от партии Родина, активно вытаскиваются проблемы. Наверное, все-таки вопрос в том, что где много проблем, где работа от партии Родина, то там, наверное, действительно. Но есть вопросы. Вопрос про этот же самый мост. Два года назад глава пообещал, что мы уже новое сделаем. Так вот эти траки там лежат вдоль дороги. Там уже в газету писали, губернатор уже пообещал. Ну, думаю, если уже Владимир Владимирович пообещал, то уж выпал. И все равно, итог на сегодняшний нулевой. Но я так понимаю, когда принимают бюджет на следующий год, и там вроде как не закладывают средства на строительство моста, что обещание это строят. Так они уже мало того, что там контракт уже исполнен. Да, у нас даже в программе это была история. Ну, а вот ситуация, допустим, которая последняя. То есть там деревня, она, конечно, небольшая, но там живут люди. В бюджет заводят покупку экскаватора на 16 миллионов для того, чтобы там повесить на нее заготовительную машину и потом передать в аренду. Ну, это вообще просто неписанный момент. И как, конечно, депутату, тем более от партии Родной, не обратить на это внимание. Естественно, он обращает внимание, естественно, бьет во все колокола, обращается в Киров, говорит, ну что происходит, население ее, безусловно, поддерживает. А там, ну, я думаю, что так или иначе этот вопрос дойдет до какого-то завершения. Потому что если так долго и планомерно, ну, последовательно нарушать закон, возмездие так или иначе придет. Ну, то есть все-таки перспектива того, что мост этот появится и люди... Надежда есть. Потому что вот это вот, я не знаю, насколько это сообщение я просто слышал, краем уха не проверял, насчет того, что даже из-за того, что не могла скорая приехать, там скончалась женщина. Местная власть обещает. Обещали уже всем, кому можно пообещать. Я думаю, что, с учетом того, что нужно-то еще, деньги вылили уже в район, уже только немножко подшевелись и, может, будет готов. Но, значит, надо еще внимательнее, вот завтра мы доедем, несмотря на вопрос по концерту, мы этот процесс изучим. А почему? Одно другому не мешает, мне кажется. Да я думаю, что авторитетно прийти, да еще и со Степаном Меньшиком, главе района, сказать так, вот кто сказал, что может быть. Мы с Степаном Меньшиком просто, если у нас получится времени, мы попытаемся их вот через этот ледяной брод жителей перевести, потому что у них там бабушки не могут перейти. Глава района, ему времени нет этим вопросом заняться. Вот мы, наверное, и Федором Владимировичем, и Степаном. А если по лынью, тогда надо сосредоточиться по льдине, чтобы по лынью не упасть. Ну, там, я думаю, местные это уж точно объявят, покажут вам. Никто не заинтересован в том, чтобы вы там искупались в этой речке. Будем вопросы держать на контроле и будем надеяться на то, что на благоразумие, конечно, местных чиновников, что те задачи, которые перед ним сегодня ставят не только население, но и руководство региона, они должны, конечно, исполняться. Это безусловно. Ну, вот это Шабалинский район, понятно, это ваша родина. Где еще активно сейчас родина работает в Кировской области? У нас в Яранске активно работают. У нас там депутат Марголин, действующий депутат Вескополянской думы, он очень активно взаимодействует с всеми общественными организациями. У нас в Яранске активно включились в работу родины. У нас в Котельниче родина достаточно активна. В Кирово-Чепецке, в городе Кирове. На сегодняшний день в Санчурске, в Советске. Мы обсуждаем не то, чтобы гонимся за количеством, но считаем, что к выборам, когда начнется старт Государственной Думы, он уже не за горами, нам нужно, чтобы у нас хотя бы было порядка 20 отделений. Государственная Дума на 21 год, да? Да. То есть практически в наступающем году уже начнутся, собственно говоря, все вот эти предвыборные дела. Немного у вас времени осталось? Немного времени, но мы все эти годы на месте не сидели, мы работали с людьми и мечтаем, что наша команда достойна получить поддержку избирателей, потому что мы стараемся, работаем, у нас одна молодежь, и мы всегда в команду принимаем тех людей, кто хочет что-то сделать. И она у нас постепенно растет, 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 растет. Какие-то цифры есть сейчас по состоянию партии? Насколько много у вас сторонников, членов партии сейчас? Ну, у нас группа, сейчас же все как бы в интернете меряется. У нас группа в интернете порядка 2000 человек, это наши явные сторонники. Те, которые регулярно нас репостят в интернете, это порядка там, наверное, 500-600 человек. Те, кто всегда вот когда вот у нас... То есть это уже можно сказать активные сторонники, да? Да, когда вот мы пошли на последние выборы с Олегом Осягиным, когда, допустим, СОБ просто ворвался в штаб у нас, СОБР, описали все документы, забрали флешки. Сейчас мы вот разбираемся по суду с ОБЭПом, будет, возможно, дело передано, насколько я знаю, Следственный комитет, потому что просто, ну, вывели Олега из этого, из предвыборной борьбы, просто изъяли все документы из штаба и все. Сейчас суд встал в нашу сторону, принял решение, что, так вот этот обыск, изъятие документов было незаконным. Вы не представляете, сколько СМС и поддержки пришли со стороны населения. Сколько людей там, вы держитесь, мы с вами, мы в вас верим, вы нам нужны. И после такого, конечно, приходит та уверенность, что мы идем по правильному пути, что мы это не зря делаем, и что, безусловно, на определенном этапе выборов мы получим поддержку населения. Федор Владимирович, опять-таки, вот обращусь к вам, вот опять вернусь к конференции, потому что мы все куда-то уходим, на концерт, на переправу ледовую, искупаться в ледяной воде, где-нибудь в Шабалинском районе, тоже опыт хороший, согласитесь, да, это не каждому дано. Все-таки ведь говорить о том, что одно дело, это подводить итоги этого года, да, вот они определенные, вот как мы сейчас поговорили, понимаем, есть. Другое дело, ставить задачи на следующий год. Вот с точки зрения, как бы, Москвы, да, вот с точки зрения столицы, есть какие-то вот уже, ну, как-то раньше говорили, ЦУ, да, вот, что должны делать партии в регионах? Или здесь тоже все идет от того, вот, как планирует наше местное отделение? Нет, ну, главная цель и полагание, разумеется, на любых выборах, это победа, поэтому... То есть, в принципе, следующий год уже вот слово «выборы» звучит. Разумеется, те выборы, которые будут происходить в 2020 году повсеместно, это будет репетиция уже федеральной кампании, и демонстрация ресурсов и готовности партийных отделений. И, разумеется, слово «победа» на выборы вкладывается много смыслов, это же не, как бы, бой открытый на равнине, что одна армия против другой. Здесь мы не только задействуем избирательные ресурсы, то есть мы должны бороться за голоса избирателей, за души людей, за их разум. Но, учитывая специфику нашей демократии, особенно в регионах, мы взаимодействуем и с парадчиками, с чиновниками, с властями, потому что далеко не вся власть, она коррумпирована и плоха, и нуждается в быстрейшем демонтаже. Есть нормальные люди, которые вынуждены просто работать в определенной ситуации. Мы с ними, разумеется, выстраиваем и будем выстраивать диалог. И поэтому это очень многоуровневый процесс. И вы вот сказали мало времени, на самом деле два года это нормально, потому что горячая пора избирательной кампании это вообще три месяца, а то и два. И по всем соцопросам и по исследованиям психологии масс, собственно говоря, можно 10 лет вкалывать, как Папа Карло, а потом получить ноль. Потому что избиратель не всегда коррелирует работу, которую он видит в жизни, собственно говоря, с ситуацией избирательной кампании. С конкретным человеком, за которого предстоит проголосовать. Что интересно, у нас половина избирателей, которые записаны таковыми, они вообще не ходят на выборы. И вот именно эта половина, спящая избирательная масса, она-то рано или поздно решит вообще весь вопрос даже с изменением политической системы. И наша цель не отнять у каких-то партий голоса, потому что это все на самом деле мизер. Мы хотим разбудить тех, кто не верит в демократию. Мы хотим показать, что демократия возможна, что от голоса простого человека зависит многое. И есть такая партия, которая готова решать вопросы регионов, решать вопросы отдельных людей. Это партия Родина. Вот за эти два года у нас вполне достаточно времени, чтобы показать это и доказать и самим себе, и избирателям. Но опять же, вот смотрите, о том, что разбудить вот эту спящую половину, это ведь не только Родина говорит. Это вот кого не послушая, все говорят, вот мы к этим выборам придем так, как мы этих людей разбудим, они придут и все решат. Да нет, на самом деле, если проанализировать территорику партии, то никто об этом не говорит. Никто не говорит о регионах. Все говорят, вот у нас есть идеология, там, ну, Единая Россия, понятно, они как бы такой купол грома над всем, им не нужно вообще ничего придумывать. А все остальные пользуются старыми идеологическими клише еще с прошлого века доставшимися. Вот мы вот так, вот так, вот так. И все, на самом деле, парламентские партии прекрасно довольствуются тем кусочком пирога, которые им определили за эти годы. Никто ни за что не борется. Вот в чем драма-то. А когда Родина приходит на вот эту электоральную арену, мы говорим, что нам не нужен никакой согласованный кусок пирога. Мы хотим честной борьбы, честных выборов, честных результатов. У нас есть потенциал. И вот почему плохие чиновники бесятся от этого. Им не нравятся такие правила игры. Им не нравится то, что их правила, их казино шулерского, мы не просто хотим нарушить, мы их игнорируем. Мы считаем, что это неправильно и гибельно для страны. Гибельно для регионов. Ну, опять же, вот вы говорите, мы эти правила хотим нарушить и все прочее. Ну, вот мы поговорили вот только что историю вспомнили о том, как кандидат от Родины просто в эту мельницу попал. И вот таким вот простым, довольно-таки способом, как это и с другими бывало раньше, да, просто взяли Родину из этой честной борьбы и включили. И нечестным приемчиком, скажем так, да? То есть с этим же тоже придется сталкиваться. А каждый выбор у нас списками снимают. Причем, как делает коррупционная машина. Она не просто сама снимает велением некого чиновника. Они натравливают... Вот зачем столько партий существует? Чтобы выполнять на выборах грязную работу. В том числе против Родины. Надо снять список. Какая-то партия пишет кляузу в суд. И потом система так устроена, что этот маховик не остановить. Уже даже та партия хотела бы отозвать иск, а он все равно уже пошел, и все. И потом проходит суд, как у нас в Брянской области было. И все обвинения, все пункты обвинения, они отметают судом за недоказанностью и несоответствием. Но, тем не менее, список уже снят, и на выборах он не участвует. А люди ни в чем не виноваты. И отделение ни в чем не виноваты. Это напоминает, как сейчас вот это международное агентство ВАДА всех наших спортсменов за чей-то допинг отстраняет. Вот примерно так же. То есть есть какое-то обвинение, никем не доказано, а страдают простые люди. Вот как устроена система. Но мы рассчитываем, что с течением времени, массовостью, энергетикой наших действий мы эту систему сломаем. Заставим работать государство нормально. Потому что без этого все равно будет коррупционный скандал на коррупционном скандале. И мы видим, как даже внутри партии власти через определенные циклы происходит не просто самоочистка, а самопосадки. То есть медведи сажают, бывших медведей, по чудовищным обвинениям им нечем крыть. Но это же рано или поздно приведет к тому, к чему пришел в свое время Древний Рим. То есть к деградации и ослаблению. Мы не хотим, чтобы наше государство пало, как Древний Рим, под напором варваров. Мы хотим оздоровить процессы, запустить нормальную работу. Вот в чем цель партии Родина. А не в том, чтобы под выцветшими флагами прошловековых лозунгов, придуманных не ими, получать из года в год, от выборов к выборам, свой кусочек пирога, и потом просто жить на государственные деньги. Это нам неинтересно. Федор Владимирович, я бы еще вас слушал полчаса, но мне уже показывают, что, к сожалению, крупный план оказался слишком крупным. Правда, вот три человека, это очень много. Ну, спасибо вам большое, что нашли время. Пришли в удачную конференцию, удачной поездки в Шабалинский район. Не надо купаться в ледяной реке. Берегите себя. Всего хорошего. Спасибо. С наступающим Новым годом всех. С Новым годом, друзья. Крупный план